У каждого человека есть таланты, данные им Богом. И эти таланты можно закопать в землю или идти в близкие курсы слова жизни в Москве и развивать их. АПЛОДИСМЕНТЫ Господь, мы благодарим Тебя за это чудесное утро. Мы славим Тебя, Господь, на этом месте. Мы превозносим Тебя, Господь. Мы любим Тебя, Иисус. Мы здесь ради Тебя. Все, что Ты делаешь в нашей жизни, мы принимаем это. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим, Господь. Ты царь царей. Ты Господь. Ты, Господь, и нет другого Бога. Нет Бога под небом, которым бы мы могли спастись. Иисус, мы превозносим Твое имя. Мы славим Твое имя. Мы здесь ради Тебя. Господь, Ты собрал нас здесь. Таких разных. Из разных стран. Из разных поколений. Из разных городов. Господь, мы все здесь сегодня собраны. Во имя Твое. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Слава Тебе, Отец. Господь, слава Тебе. О, Дух Святой, мы так благодарны, что Ты здесь сейчас. Господь, Ты хочешь что-то изменить в нас. Ты хочешь изменить нашу жизнь. Ты хочешь, Господь, чтобы мы сияли в этом мире. Чтобы мы несли, Господь, Твое присутствие в этот мир. Чтобы мы научились, Господь, что значит быть Детем Божьим. Ты, Господь, который несешь нас на руках. Ты, Господь, который хранитель наш. Ты, Господь, который защищаешь нас. Все от Тебя, Тебе и Тобой. Ты, Господь, Ты главный в нашей жизни. Иисус, мы Тебе принадлежим. Ты искупил нас. Ты взял нас. Господь, Ты заплатил цену за каждого из нас. Мы куплены дорогой ценой. Иисус, мы поклоняемся Тебе. Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты делаешь. Господь, это конференция. Молодежная конференция. Это что-то замечательное. Господь, есть что-то, что-то всегда историческое и пророческое в том, что Ты делаешь. И сегодня пусть это не будет днем исключения. Пусть сегодня, Господь, Твоя воля будет исполнена здесь. Пусть сегодня то, что Ты хочешь, будет совершено во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Аллелуйя. Во имя Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу. Слава, слава, слава. Слава Иисусу. Аминь. Сегодня в нашем зале собрались все поколения, которые только можно себе представить. И молодежь, и старшее поколение. И прежде чем вы сядете, благословите друг друга. Старшее поколение. Благословите детей. Тех, которые старше вас. Можно обнять друг друга. Можно сказать добрые слова. Наверное, никогда такого не было еще, чтобы на молодежной конференции было так много седых волос. Было так много почтения и уважения. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я хочу прочитать вам одно место Писания из пророка Малахии. Я закончил буквально на днях читать книги пророков. И так интересно было, когда последняя строфа, последний стих Писания из Ветхого Завета, он говорит, наверное, то, о чем бы я хотел сказать сегодня, во-первых. И здесь сказано, что и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их. Вы знаете, Бог хочет обратить наши сердца к детям. Бог хочет, чтобы мы, люди старшего поколения, увидели детей, увидели их в их нуждах, их заботах и благословили их. И Бог хочет также, чтобы дети увидели отцов, увидели их сердца, увидели то, что у них здесь глубоко внутри, и обратили свои сердца к отцам также. Аминь. И знаете, это так замечательно. То, что мы сегодня с вами свидетели. Я уже сказал, что, наверное, это историческое, потому что такого никогда не было, чтобы на молодежной конференции присутствовало так много пожилых людей. Но что я верю, что Бог хочет что-то сделать через это. У Господа есть свои планы. И мы думаем, наверное, ну, не знаю, что это будет за собрание. Может быть, будет не так громко, может дома посидеть. Будьте уверены, будет громко. Аминь. Слава Иисусу Христу. И то, что Бог хочет сказать, об этом услышат все. И я верю, что также это не просто историческое собрание, но это также пророческое собрание. Потому что это то, о чем говорил пророк Малахия, что Бог хочет соединить поколение в церкви. Мы семья в церкви. И мы в семье, в доброй семье есть дети и есть родители. Правда? И это очень замечательно, когда родители, они благословляют своих детей. И Библия говорит, что благословенны дети верующих родителей. Почему они благословенны? Да потому что родители их благословляют. Поэтому они и благословенны. И знаете, мы старшее поколение, мы верим Богу за молодежь. Мы верим Богу за молодое поколение. Новое поколение. И знаете, наверное, были ошибки у старшего поколения. Я об этом скажу сейчас. Но то, во что я верю, что новое поколение, которое поднимается в России, это поколение, которому предстоит много совершить. Я молюсь о том, чтобы наша страна, она изменилась. Чтобы наша страна, она встала на ноги и поклонялась Господу. А знаете, может быть, опустилась на колени, правильнее сказать. Чтобы страна опустилась на колени и молилась тому, который самый главный на небесах. И знаете, молодое поколение, это поколение, которое может взять вызов. Взять ту эстафету, которая передается им и совершить то, к чему Бог призывает ее. И я... Аминь. Аминь. Знаете, я немного переживал с утра. Еще вчера чуть-чуть переживал. Но сейчас я уже не переживаю, потому что уже нечего переживать и волноваться. У меня немножко сложная задача. Потому что после меня выйдет на сцену драгоценнейший Ола Исхаэль. Настоящий герой веры, ветеран. И, конечно же, он скажет свое окончательное веское слово. Но задача трудная немножко тем, что... На самом деле она и легкая, потому что тогда не вся ответственность лежит на мне. Мне тогда легче. Но я хочу говорить сегодня от старшего поколения нашей церкви. Потому что я как пастор старшего поколения несу вот это вот бремя. И знаете, мы молимся за молодежь. Знаете, что делает старшее поколение в нашей церкви? Мы молимся за страну. Мы молимся за правительство, за власти. И мы молимся за молодежь. Это то, к чему мы призваны. Это то, что горит у нас в сердце. Это то, без чего мы не можем. Мы молимся за своих детей, за своих внуков. Мы молимся за молодежь в нашей церкви. Мы молимся за молодежь в России. И я верю, что нам не нужно бояться вызова от Господа. Я верю, что Бог, Он дает нам этот вызов. И Бог, Он хочет, чтобы мы понесли эту эстафету дальше. Аминь. Вы знаете, это было в 68-м году. Я очень хорошо помню, мы играли на улице. Дети в 68-м году, мое поколение, мы играли в войну. Это послевоенное время. И кто-то прибежал и сказал, началась война. И потом только я узнал, что танки вошли в Чехословакию. Была не очень красивая ситуация. Но я сел тогда, помню, и стал считать. Если я доживу до 2000-го года, сколько мне будет тогда лет? И я посчитал, и получилось 44 года. И я думаю, ой-ой-ой, какой старый. Если я доживу до этого возраста, я буду старым-старым стариком. И, наверное, моя жизнь уже будет вообще грустная. Сейчас мне больше, чем 44, уже намного больше. Уже 56. Но вы знаете... Одну секунду, извините. Но вы знаете, я чувствую себя молодым. И я думаю, 56 – это вообще не возраст. Это нормальное время начать служить Господу. И, знаете, ты можешь быть в старшем поколении, по крайней мере, у нас в церкви, если ты чувствуешь себя молодым. Здесь есть кто чувствует себя молодым в зале? Слава Богу. Я думал, только старшее поколение поднимет руки. Но это не так. Вы знаете... Вы знаете... Замечаю... Вообще вот... Может старшее поколение поднять руку еще раз? Только старшее поколение сейчас. Это много. Давайте поприветствуем их. Слава Господу. Это... На самом деле здесь люди... Бог благословит вас. Да, спасибо. 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 Да, да. Спасибо. Это старшее поколение. Это молодые, смелые и неугомонные люди. Они очень смелые. И вы знаете... Все сбил. Все сбил. Улетел. Улетел. Да. Но вы знаете, старшее поколение, это люди, которые... Самые разные люди. На самом деле у нас есть люди, которые прошли войну. Отечественную войну. Вторую мировую. У них есть ордена, награды. Это те, которые воевали в жесточайших битвах с фашистами. И победили. Это люди, которые были в тылу, ковали победу в тылу. Это люди, которые... Вы знаете, у нас есть, наверное, весь офицерский состав в старшем поколении. Есть капитан, есть майор, подполковник. Даже полковник. Настоящий полковник есть. Правда? Да. И есть, вы знаете, есть заслуженные учителя России. Есть один артист Большого театра. Солист Большого театра даже. Представляете, есть... Недавно к нам пришел в наше служение человек. Он мастер спорта, четырехкратный чемпион Советского Союза по легкой атлетике. Удивительный. Есть человек, который 30 раз в своей жизни пробежал марафон. Ему уже за 70, он до сих пор бегает марафон. Удивительные просто люди. Есть те, которые пронесли веру через всю свою жизнь. И есть новообращенные. Есть те, которые совсем недавно пришли в нашу церковь, которые недавно уверовали в Христа. И все эти люди, они все соединены вместе. У нас одна цель. И эта цель, это достичь Иисуса Христа. Это то, что нас всех объединяет. Это любовь к Господу и это любовь к детям. Мы молимся Господу и мы молимся за наших детей. И знаете, вопрос старшее поколение, я вот просто хотел поднять, это вопрос отцовства. Знаете, Бог наш Отец. Аминь. И мы все имеем одного отца. Мы все здесь братья и сестры. С одной стороны. Но с другой стороны, все равно есть поколение. И Бог, Он хочет, чтобы эта преемственность поколений в церкви, она существовала. Не случайно сегодняшнее собрание, оно происходит. И знаете, Бог, Он совершенный Отец. Скажите, совершенный. Родители земные, они несовершенные. Есть очень хорошие родители, очень хорошие отцы. Есть очень плохие отцы. Но совершенных нет никого. Вы не найдете среди самых хороших. И знаете, если мы просто заглянем в Библию, мы увидим Адам. Помните Адам? Отец. Самый первый отец, который был на земле. Но что он оставил в наследство своим детям? Грех оставил. Мы до сих пор пожинаем, видим последствия этого греха. Или посмотрите Ной. Патриарх, праведник. Но однажды дети увидели его в палатке, и они закрыли свои глаза, чтобы не наблюдать за ним. Потому что он был пьян, и он выглядел совершенно недостойно. И они закрыли свои глаза, чтобы не смотреть на него. Они вышли тогда. И я верю, что то, что они сделали, они не стали смотреть на грех своего отца. Я верю, что это хорошо было для детей. Потому что через это они показали честь ему. Они, несмотря на то, что он был неправ, они все равно поступили хорошо. Или, знаете, есть такой пример, можно такой пример привести в Библии, когда... Посмотрите, царь Саул. Вы помните царь Саул? И у него был сын Иоаннафан. И Саул, он мог быть мягким, добрым, но он мог быть очень гневливым. И злиться мог. И ругаться мог. И Иоаннафана, он несколько раз, он готов был убить его, убить своего сына. Но посмотрите на историю, и Иоаннафан, он все равно был с отцом до конца. Помните? И последняя битва, которая была, они умерли вместе. И Иоаннафан, он всегда был рядом со своим отцом. Или посмотрите, такая история есть, такая история есть библейская о Давиде. Когда пророк пришел к Иисею для того, чтобы... Бог сказал ему помазать в цари одного из детей Иисея. И он пришел и сказал, где твои дети? И отец вывел тогда всех детей. Но про одного он не подумал даже. Он подумал, да, с него... Он был как бы отвергнут своим отцом. Но Бог не отвергает никого. И Бог, он может призвать того, на которого мы, может быть, не обращаем внимания. Для Бога Давид был важен. И Господь помазал его. В цари. Аминь. Может быть, мы думаем иногда. Мой отец, ну, он так поступал. И он так поступал. Может быть, неправильно. Но вы знаете, Бог хочет благословить. Бог хочет благословить каждого своего ребенка. Если мы глянем просто в историю, был человек по имени Исаак. И у него родилось двое детей. Иаков и Исаф. И Исаф, он был сильный, мужественный. Папа, отец. Он благословлял его. Он приближал его к себе. А Иаков, он был где-то в стороне чуть-чуть. Иаков, он так хотел благословения своего отца. И однажды он даже пошел, неправильно поступил, нехорошо поступил. Он переоделся в своего брата и получил благословение. Но он хотел, чтобы отец благословил его. Он хотел быть благословленным отцом. Аминь. И он получил это благословение, но у него не было вот какой-то радости. Он понимал все равно, что-то не так. Лаван его там обманывал. И у него страхи были постоянные перед братом. И он ходил в этих страхах. И вот однажды Бог встретил его. И знаете, он боролся за свое благословение. Иаков боролся за свое благословение. И Библия говорит, он боролся с Богом. Ангел был там. И написано, что он стал преодолевать даже Бога. И знаете, невозможно победить Бога. Согласны со мной? И Бог, он увидел его огонь. Он увидел его жажду. Он увидел его. И тогда он, ангел, коснулся его бедра. Иаков, на самом деле не Иаков, Израиль уже тогда. Он хромал потом всю свою жизнь. Но Бог что-то сломал в его жизни. Он сломал вот эту плотскую натуру Иакова. И он спросил у него, как тебе имя? Иаков. Иаков это значит обманщик. Да? Шулер по-русски. Как тебе имя? Обманщик. Больше ты не Иаков, сказал Господь. Твое имя Израиль. Израиль. Это значит тот, который имеет власть над силами. Это тот, который борющийся. Израиль это, мне нравится перевод, принц Божий. Теперь ты не обманщик. Теперь ты принц Божий. И благословение Господне пришло на Израиль. Вы знаете, мы дети Авраама. Но мы также наследники Авраама. Мы дети Израиля. Знаете, однажды приехал один проповедник. И я был в пуловере такой. Я не люблю пуловеры дома. Но в церкви люблю пиджак, чтобы был. Он приехал, он говорит, ты, Петр, на шведа стал похож. Я думаю, это из-за пуловера, наверное. Я говорю, знаешь, я больше на еврея стал похож, чем на шведа. И я ничего против, не имею шведов, я их люблю очень. Но мы преображаемся в образ Божий. Аминь. Мы на Иисуса Христа больше хотим быть похожими. И когда мы собираемся здесь в церкви, тогда что-то с нами происходит. И знаете, я верю, что сегодняшнее служение здесь, оно необычное совершенно. Оно необычное в том смысле, что Бог что-то хочет сделать прямо сейчас. Вы верите в это? Кто верит, что Господь что-то хочет сделать? И знаете, давайте мы сделаем такую вещь. Потому что, как я уже сказал, нет совершенных родителей. Но если в нашей жизни когда-то что-то происходило неправильное, может быть, мы были недовольны нашими родителями, может быть, мы думали, у меня не такой папа, как у всех. Может быть, мы вообще не знали своего папу никогда. Может быть, у нас обида была на них, на него или на маму. Знаете, Писание говорит нам, чтобы мы почитали своих родителей. Пятая заповедь, она говорит об этом. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились на земле дни твои, которые Господь Бог дает тебе». Знаете, наша земля – это церковь. Если мы хотим служить в церкви, тогда нам нужно с почтением относиться к своим родителям. Если мы хотим служить Богу, значит, мы должны почитать, любить Бога. Как это? Это значит почитать отца и маму. Любить и верить в церковь, любить Господа Бога нашего. Аминь. И если есть какие-то противостояния, если есть какие-то обиды, нам нужно понимать это тогда и не носить это в своем сердце. Может быть, когда-то мы подумали, мой папа, он не такой богатый. Вот у соседа, вот у него папа богатый, а мой бедный. Эх, папа, папа. Или, может быть, мы думаем, отец мне так обидно сказал один раз. И вы обиду какую-то носите в себе против своих родителей. Может быть, в вашей жизни были моменты, когда вы просто злились на своих родителей, или говорили им какие-то негативные вещи, просто бросили им это в лицо. Вы знаете, Бог не хочет подобных вещей. Бог хочет, чтобы мы почитали отца и мать. Я верю, что не только отца и мать, но тех, кто старше тебя. Это библейский принцип. Это принцип, который мы должны вынести из Писания. И когда мы делаем правильным образом все, поступаем по Писанию, тогда Бог обязательно благословит нас. Иаков, он любил своего отца. Аминь. Иоаннафан любил своего отца. Дети Ноя, они любили своего отца. И они благословляли и почитали его. И знаете, и Бог, Он хочет благословлять нас также. Поэтому я хотел бы сейчас, хотел бы помолиться за вас. И если вы знаете в своей жизни какие-то вещи, которые у вас были против родителей, может быть, даже сейчас у кого-то из вас, может быть, вы уехали из дома и там хлопнули дверью, или сказали что-то, что-то, может быть, у вас есть что-то против. Знаете, давайте мы сделаем таким образом сейчас. Могли бы вы склонить свои головы перед Господом? Склонить свои головы перед Господом. Не смотрите сейчас друг на друга. Но давайте мы приготовим наше сердце к тому, что Господь хочет сделать сегодня. И приготовить свое сердце, это значит обратиться к Нему и посмотреть на свою жизнь. И если есть что-то, что мы говорили, может быть, ссоры какие-то были, может быть, мы просто неправильно. Вы знаете, я был здесь неправ. И если это было в вашей жизни, или, может быть, есть сейчас в вашей жизни, я бы хотел, чтобы вы в знак смирения сейчас, в знак повиновения Слову Божьему, знак своего раскаяния, подняли свою руку перед Господом. Просто поднимите свою руку. Очень много, очень много людей. Очень много людей. Я буду молиться сейчас. Отец Небесный, держите свою руку перед Господом. Практически весь зал. Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, я молюсь сейчас. Очисти наше сердце. Господь, все, что было против наших родителей, все, что было, Господь, негативное, живы они или нет, Господь, прости нас сейчас и очисти наше сердце во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы обращаемся к Тебе сейчас. Соверши это чудо. Соверши, Господь, чтобы сердца детей обратились сейчас к сердцам отцов во имя Иисуса Христа, чтобы не было у нас ничего неправильного в нашем сердце, но чтобы пришел мир и радость во имя Господа Иисуса Христа. И во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я просто провозглашаю сейчас. Господь прощает вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Давайте вас благодарим, Господа. Давайте вас благодарим, нашего Христа. Давайте встанем сейчас. Давайте поднимемся на наши ноги. Слава Богу! Скажите, слава Богу! Халлелюя! Это так, знаете, это особенное собрание сегодня. Я верю, что это особенное собрание. И сейчас мы сделаем то, что у меня так горит в сердце. Это давно у меня горит. И я знаю, что это связь поколений в нашей церкви. И не только в нашей церкви, но в России. Это должно распространяться по всей России. Вы знаете, что мы сделаем сейчас? Мы помолимся сейчас. Старшее поколение. Поднимите руку, старшее поколение. И знаете, что мы сейчас сделаем? Мы помолимся сейчас за молодежь. За молодежь на этой конференции. За молодежь в Москве. За молодежь в нашей стране. И мы благословим молодежь. Аминь. И я хочу попросить сейчас вас, молодежь, могли бы вы просто в знак смирения перед Господом поднять свои руки и держать их перед собой. А вас, старшее поколение, я хочу попросить также, повернитесь кто-то из вас сюда, в эту сторону, на меня. И кто-то повернитесь налево. Поворачивайтесь сейчас, просто повернитесь. И кто-то направо, и кто-то повернитесь туда и смотрите в конец зала. Мы будем, и прострите свои руки сейчас, протяните свои руки, и мы будем молиться на север, на запад, на юг и на восток. И мы помолимся сейчас и благословим все молодое поколение здесь на конференции. И мы помолимся сейчас за молодежь в России также во имя Господа Иисуса Христа. Отец Небесный, мы молимся сейчас, мы молимся Господь, мы просим, Господь, Твоего благословения за молодежь в России. Мы молимся, Господь, мы просим, чтобы Ты благословил, Господь, чтобы Ты благословил, Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа. Мы говорим сейчас, молодежь в России, Господь, пусть она принадлежит Тебе, пусть молодежь узнает Тебя, пусть это поколение поднимется, новое поколение, которое завоюет Россию для Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся сейчас, сохрани, Господь, молодежь, сохрани их в чистоте, сохрани их, Господь, в непорочности. Сохрани, Господь, молодежь, Отец Небесный, от идолов, сохрани, Господь, молодежь нашу, Господь, сохрани ее от Духа этого мира. Господь, мы молимся сейчас, Господь, молимся, научи, наставь молодежь, Господь, в Слове Твоем. Господь, дай молодежи сейчас от Духа Своего Святого многочисленные дары, чтобы им приносить много плода в Царство Твое. Господь, излей милость Свою на это молодое поколение во имя Господа Иисуса Христа. Соделай, Господи, это поколение воинами для Царства Божьего во имя Господа Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Аминь! Аминь и аминь! Господь, мы благодарим Тебя за этот чудесный день, за этот чудесный день. И благослови, Господь, сегодняшнее собрание, Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа. И я с трепетом просто передаю сейчас в микрофон пастору Мацули. Давайте поприветствуем пастора Мацулу и папу пастора Мацулу Олу Исхаэль. Давайте дадим большие-большие аплодисменты. Ожидайте от Господа, ожидайте во имя Иисуса. Пожалуйста, садитесь. Сейчас была скорость и звуки. Сейчас мы успокаиваем свои сердца. Это замечательный день. Как настроение хорошее? Ты сам решаешь, на каком настроении ты? Ты сам решаешь, если так или так. Это хорошо будет иметь хорошее настроение. Когда мы читаем Библию, Иисус, он вел себя по-другому, завис от того, с кем он разговаривал. Он взял ребенка на колени и благословил его. Он сказал одному молодому человеку, что ему надо работать. Много пожелых людей тоже пришли из-за того, что у них были сложности в жизни. Что Библия говорит о старшем поколении? Ничего лучше не бывает в жизни, чем быть стариком. Я хочу сказать что-то, о котором нельзя проповедовать. Есть что-то, на которое тебе нельзя смотреть. Почему человек верусь? Есть что-то, на которое. Есть что-то, на которое. Есть что-то, на которое. Есть вечность. Библия говорит очень много о вечность. Только маленькие слова, окна. Вы знаете почему? Потому что, если бы ты видел вечность, тогда это разрушило бы жизнь твою. Потому что эта слава, которая ждет тебя, она такая сильная. Я чуть-чуть сам видел. Я хочу поговорить чуть-чуть об этом. Я хочу говорить чуть-чуть об этом. Например, в книге Библии написано, как Адам и Ева ходили в дамском саду. Так мягко Библия говорит об этом. Но мы можем видеть, какая слава там была. Абсолютная свобода. Никакой ночи не было. Ничего злого не было. Никакой болезни не было. Никакой сражения не было. И они были живыми. Они ходили среди деревьев. И они ели такие фрукты, как хотели. И все принадлежало им. И все было их. До того, как грех вошел. Павел, он был на небесах. Но Бог сказал ему, нельзя говорить об этом. Потому что слава была слишком великая. И я сам что-то видел. Там жизнь полная. Там никакого злого нет. Мы пришли, дошли. К селе. Это наша вера. Наши одежды. Мы заработали одежды, которые там будут, здесь, на земле. Мы все, все не будем одинаковые. У кого-то есть чуть больше, чем другие. Это зависит от твоей веры. Как сильно надежда развивалась в твоей жизни. И какая у тебя любовь. Эти три вещи мы привозим с собой туда. Наша жизнь. Это собирает то, что мы привозим с собой в вечность. Это одно дело, которое я бы хотел сказать тебе сегодня. Человек, который верно работает. Он получит награду, зависит от своей верности. Кто-то спасется, как через огонь, Библия говорит. Но они тоже будут на небесах. Это так здорово, быть пожилым человеком. Потому что дорога, которая осталась, она только маленькая. Может быть, у тебя длинная жизнь перед собой. Работай для вечности. Я не знаю, если ты веришь в Иисусу. Самое великое, что человек может пережить в жизни. Это если Иисус входит в его сердце. Он дверь. Он дверь, в которую мы входим. Чтобы достигать. Самый великий день в моей жизни. Это когда я был молодым человеком и решил стать христианином. Иисус вошел в мою жизнь. Он дал мне жизнь. Он дал мне будущее. Он был со мной до сегодняшнего дня. И сейчас не так длинная дорога осталась у меня. Я жду. Жажду. Так важно иметь правильный перспектив. Насчет жизни. Есть люди, которые только думают о деньгах. Но иметь деньги, это хорошо. Вечера я рассказал. Как я молился, не дай мне богатства. И не дай мне бедства. Но дай мне насущный хлеб. Кто-то станет бизнесменами. И то, что есть в этом времени, можно так схватить сердце наше. Но не потеряй правильный перспектив жизни. Мы берем веки. Мы носим вечность в нашем сердце. Бог сказал мне, когда я был молодым человеком. Готовься встретиться с своим богом. Однажды ты будешь стоять перед богом. И он спросит тебя, что ты сделал своей жизнью на земле. За что ты дал свое время? Ты понял то, что было важно? Много важных вещей, которые связаны ежедневно в жизни. Но все равно надо всегда иметь перспектив в вечности. Иисус сказал, что я уйду, чтобы приготовить вам место. Думай сейчас о себе, о своей жизни. Думай о себе сейчас. Иисус, Он приготовил тебе место на небесах. Если ты принимаешь Иисуса, Ты получишь это. И это будет твое. И тогда если... Что это значит, если рабочий день тяжелый? А что это значит, если у меня проблемы есть? Я пережил однажды. Я пережил однажды. У меня было все очень хорошо насчет финансов. И Бог сказал здесь, в моем сердце. Ты поймёшь меня в Упсалу и в библейскую школу. Знаете, сколько лет мне было тогда? Это было 1960. Мне было 64 лет, а мне не было сказано, а дай все, что тебе есть, и поезжай в библейскую школу. Я сказал Анне, сейчас мы поедем в библейскую школу, она сказала, няааа, норвежский, значит да, да. У нее был новый Мерседес и у меня был новый Мерседес. У нас было несколько машин. Я взял старую машину и мы поехали в Упсалу. Это был один из самых лучших дней в моей жизни. И потом после библейской школы Бог мне сказал, поезжай далеко, далеко на север в Норвегии. И там только проблемы. И им, там церковь была, и им нужно было, но старый мужчина. Они никакой зарплаты мне не дали. И никто нам не помогал. Мы взяли кредит, чтобы купить себе квартиру. Мне тогда шестьдесят четыре. Шестьдесят шесть примерно. Да, да, я, значит Мацула, я приехал в гости. Это было самое лучшее время в моей жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус, Он хочет что-то с твоей жизнью. Вечность. Но ты должен делать то, что Он призывает тебя сделать. Послушание. Сделать то, что Господь призывает тебя сделать. Это самое великое богатство в Божьем Царстве. Послушные люди. Люди, которые готовы жертвовать себя. Жертвовать себя. Пришел к Иисусу богатый человек. И он спросил, что мне сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Иисус сказал, что закон говорит. И он сказал, что я был послушным все время. Он был молодым человеком. И он умным был. Богатым. Он имел высокую позицию. Иисус сказал ему. Иисус сказал ему. А дай все, что тебе есть. Бедным людям. Иди со мной. И следуй за мной. Это, что Иисус сказал. И знаете, что Иисус сказал? Ты будешь одним из моих близких сотрудников. Ты будешь одним из моих самых близких сотрудников. Но деньги властвовали в его жизни. Грустный человек отошел от Иисуса. Эти деньги они купили в его душу. Но Иисус он должен иметь в нашу жизнь. В этом дополнительные Renewter. Бедным по временем уже. Иисус сказал им. В этом доме. М utensиле. У тебя есть власть решить над своей жизнью. И то, что ты решаешь, это решаешь твою вечность. Сейчас это день, когда ты решаешь. Я спрашиваю тебя, что ты хочешь. Подумай. И смотри, какое состояние твоей жизни. Есть кто-то здесь. И ты Иисуса не знаешь. Если это так, подними руку свою. И ты хочешь дать свое сердце к Иисусу. Есть кто-то там. Есть еще кто-то. Есть еще кто-то. Иисус, он принимает вас сегодня. Поднимайтесь, пожалуйста, идти в период здесь, и мы помолимся. За вас, прямо сейчас. Прямо сейчас. Если есть кто-то здесь, и ты не принял Иисуса. Но сегодня вы хотите, чтобы Иисус стал вашим спасителем. Вы хотите принять дар вечной жизни. Тогда, пожалуйста, станьте просто и идите сюда. Аминь. Давайте мы все встанем вместе. Аминь. Давайте мы все встанем. И любой человек, если вы были здесь раньше, или, может быть, вы пришли сюда первый раз сейчас, и вы не знаете Иисуса как Свой Спаситель и Господь, тогда, пожалуйста, идите сюда, и мы помолимся вместо Вами. И если ты руку поднимал, или если ты руку не поднимал, сегодня день спасения. И пока они молятся вместо Тан, давайте мы все обращаемся. Аминь. У нас есть цель в жизни, цель перед нами. Быть верующим человеком. Это не просто иметь помощь на земле. Это иди куда-то, куда Господь призывает нас. Это иди куда-то, когда мы стараемся. Тогда дорога, которая осталась, она не длинная. Я молюсь, чтобы Ты благословил каждого человека здесь. Чтобы мы имели правильную перспективу в жизни. Чтобы Ты, Иисус, в вечность была наша цель. Я благодарю Тебя за Твою благословение. Аминь. 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 Слава Господу. Аминь. Давайте мы поблагодарим, Папка. Слава Богу. Знаете, это надо слышать. Аминь. Слава Господу. Папка Алексею. Папка. Хорошо. Пожалуйста, если Вам не трудно, можете присесть еще на некоторое время. У нас сегодня такое уникальное собрание, где аж три человека проповедующих. И четвертый, который больше всех нас, он еще и переводит. Правда? Это, конечно, удивительно. Я бы хотел тоже обратиться к обеим поколениям одновременно, к обоим поколениям одновременно. Если Вы могли бы открыть Ефесянам шестую главу, я бы хотел обратиться к двум поколениям сегодня утром. И Вы знаете, в первом стихе написано следующее. Если рядом с Вами старшее поколение, и говорят, что он так быстро говорит, Вы переводите рядом, если Вы молодежь. Написано, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. И Вы знаете, мне так нравится, как написано именно в русской Библии, что этого требует справедливость. И это вообще не касается наших чувств, эмоций, как мы себя чувствуем, хотим мы, не хотим, думаем мы, не думаем. Библия говорит о том, что нам необходимо уважать людей, которые старше нас, независимо от того, как мы себя чувствуем. Независимо от того, как с нами поступают, независимо от того, как нам говорят, независимо от того, как нам обращаются, потому что этого требует справедливость. И Вы знаете, когда мы могли бы с Вами увидеть в Библии слово справедливость, это когда Иисус Христос идет креститься к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель смотрит на Иисуса и говорит, зачем Ты пришел? Мне должно идти и креститься у Тебя. Иисус говорит, я иду для того, чтобы исполнить всякую правду. И Вы знаете, Иисус идет креститься к Иоанну Крестителю, потому что так правильно. И вы знаете, нам также необходимо с вами в своей жизни поступать не как мы хотим, а как правильно. Аминь. Как Библия говорит нам поступать. И вы знаете, сегодня в обществе есть такой огромный вопрос. Я и все, и старшее поколение для меня не так важно. Мы видим с вами, как молодежь в метро реагирует на людей старшего поколения. Мы видим, как люди вокруг относятся к старшему поколению. Это то, что не должно произойти с нами никогда. Мы с вами, как верующие люди, всегда и везде должны уважать и с уважением относиться к людям, которые старше нас. Аминь. И независимо от того, что мы с вами чувствуем. Вы знаете, иногда мы неправильно реагируем, потому что люди старшего поколения, может быть, не в той тональности или не в той манере говорят к нам, как нам необходимо относиться к ним. И вы знаете, мы иногда реагируем и говорим, но он же первый так сказал, он же первый так поступил. И вы знаете, это никогда не должно стать для нас с вами оправданием. Не важно, как к нам относятся. Мы должны уважать их не потому, что они нам так вот, вернее, не потому, что они к нам хорошо относятся, а потому, что это требует справедливость. Так правильно. Вы слышите? Наше сердце должно быть всегда правильным по отношению к людям старшего возраста. Написано здесь, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. И ты знаешь, если ты хочешь узнать какую-то первую заповедь, которая обещает тебе какие-то либо последствия, это вот именно это. Мне нравятся заповеди с последствиями. У заповедей, у которых нет последствий, так как это может быть вообще заповедь? Здесь написано очень просто. Если ты хочешь жить долго, а ты молодой. И я спрашиваю на молодежных собраниях часто, говорю, молодежь, вы с Богом готовы встретиться? Некоторые говорят, да еще нет, еще надо жить там. Ну, у всех разные причины, почему они хотят жить. И вот если хочешь жить здесь на земле какое-то время еще, тогда тебе необходимо уважать и почитать старшее поколение. Аминь. Написано дальше, вот здесь третий стих. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Мне так понравилось, как Ула Исхаель говорил сегодня, что ему не так долго осталось, чтобы встретиться с Господом. Знаете, я бы хотел сегодня быть в его возрасте. Я вам точно говорю. Быть верующим и обращаться к молодежи. То, как он говорит сегодня, это целая жизнь прожита. И вы знаете, когда я вот сегодня стою и говорю молодежи, это одно. Но когда он говорит, это совершенно по-другому. Каждое слово имеет совершенно другой вес и характер. И вы знаете, написано дальше, четвертый стих. Я плавно перехожу к старшему поколению. И написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. И вот здесь, знаете, этот стих, в котором апостол Павел объединил оба поколения. Он сказал, это не только ответственность молодежи уважать родителей. Хотя они это должны делать беспрекословно. Но он говорит, что мы, чуть старше которые, тоже не должны напрягать или раздражать детей. Вы знаете, есть что-то, что мы с вами, как взрослые, никогда не поймем среди молодежи. У меня есть сын, ему 12 лет. Есть что-то, что я никогда не пойму из его жизни. Я никогда, может быть, не соглашусь с его музыкой. Я, может быть, никогда не соглашусь с его интересами. Но мы должны себе задавать вопрос. Мы не согласимся с ним, потому что мы принципиальные или потому что просто мы разные. И вы знаете, Библия говорит, чтобы мы не раздражали молодежь так же. Вы знаете, нам тоже в чем-то есть себя контролировать. Не только молодежь всегда неправа. Мы тоже иногда старше бываем неправы. Аминь. Если ты чуть старше, чем я, или, может быть, такого же возраста, как я, скажи, ты когда-нибудь был неправ по отношению к молодежи? Вот да, мы все признаем, правда. Петр Васильевич даже с нами. Ну все. Мы иногда слишком требовательны к молодежи. Мы иногда хотим, чтобы они были идеальными. Я смотрю на моего сына, мне хочется, чтобы он был идеальным. Но я понимаю, что это невозможно. Я сам не идеальный. Аминь. И когда мы видим молодежь перед собой, мы должны понимать, что это будущее. Это христианское будущее нашей с вами страны и наших стран. И вы знаете, когда мы что-то не понимаем среди молодежи, нам не нужно их осуждать. Нам нужно за них молиться. Каждый раз, когда мы встречаемся с Анной, Иулой, Исхаэль, они всегда говорят так. Мы молились за своих детей. Мы молимся за своих детей. И вы знаете, мне нравится, как я с Петром Васильевичем, каждый раз, когда я встречаюсь с пастором старшего поколения, он говорит, мы всегда молимся за молодежь. И вы знаете, я бы хотел, чтобы старшее поколение всегда так и продолжало. Многие вещи меняются, когда мы молимся за них. Есть что-то, когда мы исправляем друг друга, это не всегда работает. Но когда мы молимся, тогда Бог работает с сердцами. Аминь. И вы знаете, сегодня, когда Петр Васильевич призывал о том, что если ты когда-то был неправ по отношению к старшему поколению, покаясь, тебе необходимо как примириться в своем сердце. Вы знаете, я сам лично несколько раз переживал такие моменты в своей жизни. Когда я наказывал своего сына несправедливо. И в эти моменты ты всегда можешь остаться правильным для себя. Говорит, ну я же прав, я же старше. Но я помню эти моменты, когда я залазил к нему на кровать и говорил, Петя, я не прав. Прости меня. И я видел тогда, как слово из Малахи исполнялось. Где написано, что Бог соединит сердца отцов и детей. И вы знаете, мы можем с вами быть правы или неправы, это вообще не важно. Важно в том, чтобы поколения были вместе. Мы должны с вами быть в той позиции, когда нам вообще не важно, кто из нас прав. Важно, чтобы мы были вместе. Я так рад, когда я вижу старшее поколение и молодое поколение вместе. Когда мы можем сесть за одним столом. И не важно, какую музыку мы слушали до этого. И не важно, куда мы, какой театр ходили или какое кино смотрели. Важно, что мы вместе. Аминь. И когда я смотрю в нашей церкви, многие замечают, и служители, что мы с Петром Васильевичем одни из самых близких друзей. И вы знаете, я так рад, что мы можем дружить поколениями. Мы разные, абсолютно разные. Мы по-другому думаем. Мы много разного видели в жизни. Но вы знаете, когда мы находимся в церкви, нас не разлить. И дьявол никогда не сможет разрушить поколение. Аминь. И это собрание, наверное, станет традицией на молодежных конференциях, когда мы сможем проводить собрание вместе, старшее и молодое поколение. Мы можем чуть потише музыку сделать. Мы можем света больше добавить. Мы можем что-то убрать. Или можем чуть погромче сделать, да, старшее поколение, чуть-чуть. То есть мы можем равняться в разных местах. И не это должно нас отличать. Мы должны быть вместе. Аминь. Старшее и молодое поколение. Библия говорит нам, что когда люди увидят нашу жизнь, они будут прославлять Бога. Я бы хотел, чтобы люди в этом мире видели, как в церкви есть место для всех поколений. Аминь. Дети, подростки, молодежь, взрослые, старшее поколение. Мы все должны быть вместе. На этой конференции молодежной, на которой, наверное, проповедовали самые взрослые проповедники, которые только могли бы проповедовать. И вы знаете, я так рад, что именно в этом году мы смогли пригласить самых старших людей. Я видел на этой сцене, как ранний Себастьян стояла и говорила, Бог дал мне дары, и я хочу сегодня передать их вам. Она стояла на этой сцене и плакала, когда молилась за молодежь. И вы знаете, есть огромное будущее, когда мы, молодые, с открытыми сердцами, принимаем те слова, которые говорят нам старшие люди. Есть что-то в этом, когда мы молодые, мы думаем, ну мы сами все знаем. Я сам был молодой, когда я говорил маме, зачем ты мне говоришь, что надо сейчас шапку одевать? Шапку одевать не модно зимой на Урале. Но сегодня я понимаю, что спасибо маме, что ты мне говорила про это. Потому что лучше быть в шапке в 14 лет и тогда прожить подольше, чем те, кто без шапки раньше. Да, Менингит не мой товарищ. И здесь мы должны понимать, что старшее поколение чуть больше знает. Аминь. И здесь мы должны различать. Иногда старшие люди, из-за того, что они, может быть, в разные условия бывают, они могут не в правильной форме сказать нам что-то. Но мы должны не на форму обращать, а на содержание внимания. Аминь. По содержанию они 100% правы. Может быть, по форме не всегда. И мы тоже иногда, мы хотим по-другому что-то, может быть, выразить. Когда вы смотрите на нас, на старшее поколение, мы как раз похожи на того сына, который сказал, я пойду в виноградник и не пошел. Но потом, позже, пошел. Мы сначала можем быть вспыльчивые, но потом мы все, каемся перед Богом, все нормально. И мы хотим, ну как, чтобы было все по-другому. Поэтому я благодарен Богу, что могу с вами говорить обоим поколениям вместе. И я, как молодежный пастор от лица церкви, от лица молодежи нашей церкви, хочу сказать, что мы хотим быть вместе. Мы хотим, чтобы наши поколения были вместе, неразрывно связаны друг с другом. Аминь. Халлилуйя. Господь, благодарим Тебя. Халлилуйя. И если мы могли бы подняться вместе и помолиться еще. Мы себе много молимся, это мне нравится. Мы встаем, садимся, встаем, садимся. И я бы хотел, чтобы мы все вместе взялись за руки. И, наверное, ты будешь самый счастливый человек, если рядом ты держишь руку не молодого, а пожилого человека. Если ты держишь руку пожилого человека, держи ее крепко. И я хочу, чтобы мы помолились вместе и попросили Бога, чтобы Он объединил наши поколения. Господь, мы сегодня стоим вместе в этой церкви. Нас больше, чем из 140 городов вы на этом месте. Господь, мы стоим сегодня здесь, и мы, по сути, представляем всю нашу страну. Господь, как мы держимся вместе, поколение к поколению. Как у нас сегодня находятся здесь, в этом зале люди из разных городов. Господь, мы молимся к Тебе, чтобы это было пророчески и прообразом, что в нашей стране также по всей стране будут держаться люди, старики и молодые за одни руки во имя Иисуса. Господь, сегодня мы молимся здесь, в этом зале. Нас так много из разных городов, и мы пророчествуем, что в нашей стране точно так же произойдет во имя Иисуса Христа. Господь, мы обращаемся к Тебе и просим Тебя, соедини поколения в нашей стране во имя Иисуса. Отец, мы просим Тебя, пускай в нашей стране молодые будут обращать внимание на пожилое поколение во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя, чтобы в нашей стране молодежь с уважением и с трепетом относилась к старикам во имя Иисуса Христа. Господь, помоги нам на самом деле сокрушиться, сломаться, поломать гордость молодых людей, для того, чтобы они могли смириться перед старшим поколением во имя Иисуса. Господь, мы также просим Тебя, чтобы Ты обратил сердца отцов к детям во имя Иисуса. Молимся, Господь, чтобы Ты обратил старшее поколение к молодежи во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя, вся та любовь, которая есть в их сердце к молодежи, пускай она будет явлена во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты обратил старшее поколение к молодежи во имя Иисуса. Господь, сегодня мы провозглашаем, что в нашей стране, в наших церквях, в нашем обществе Два поколения будут идти рука об руку во имя Иисуса. Два поколения будут идти вместе, один к другому во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы вместе. И мы просим Тебя, Господь, соедини поколение. Бог, соедини поколение в нашей стране, в наших странах во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благословляем друг друга. Благословляем, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь, аминь и аминь. И вы знаете, я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня еще сделали что-то удивительное. Петр Васильевич, можно вас, пожалуйста, на сцену? Пожалуйста. Он говорит, нет. Вы знаете, вы для нас пример. И я когда узнал, что он даже не знает, что сейчас будет, потому что Петр Васильевич знает, что мы разное можем творить. Я когда узнал, что вы 56-го года рождения, и вам сегодня 56 лет, это так символично все. Мы хотим поздравить вас от молодежи нашей церкви, подарить вам эти цветы. Пожалуйста, будьте всегда такими радостными, как вы есть. Мы очень-очень любим вас. Очень любим вас. Не уходите. Не уходите. Потому что сейчас дальше вас еще хотят поздравить старшее поколение. Поэтому вас сегодня поздравили много. Мы хотим поздравить Петра Васильевича от лица старшего поколения и поблагодарить его за эту привилегию, что мы можем служить в одной команде, идти вперед. И старшее поколение, оно приносит вам благодарение, низкий поклон. Спасибо вам за то, что вы терпите нас, за то, что вы любите нас, таких разных. И мы вас очень-очень любим и ценим, и уважаем. Будьте благословенны. Поздравляю вас. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям от старшего поколения. Я благодарю Господа, что у нас такой чудесный пастор Петр Васильевич. У него такое большое сердце. Он так нас любит. Спасибо вам, дорогой пастор. С днем рождения. Спасибо, Петр Васильевич. Спасибо большое всем вам. Я принимаю эти подарки. Вообще, я думаю, вот летом Бог сказал, что у тебя будет особенный день рождения, 56-56. Бог умеет хранить тайны. Я вот не думал, что вот так это все будет. И я принимаю это как что-то символическое для старшего поколения. Это уважение, это почитание, то, что Бог, Он делает, это не в свой адрес. Это в адрес тех, которые здесь в зале, тех, которые мы вместе служим Господу. Бог благословит вас. Спасибо большое. Спасибо огромное, Петр Васильевич. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы продолжим наше собрание еще не так долго. Поэтому у нас еще будет много всего интересного. Поэтому, пожалуйста, никуда не расходите. Сейчас будет все самое важное еще. И я приглашаю сюда Армена Асатряна. Я нахожусь сейчас на Масаде. Сюда можно подняться двумя путями. Первый путь он легкий. Это канатная дорога. Второй путь более сложный. Это пешком. Но дело не в том, что легче. Дело в том, что правильнее. Правильнее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»